Ребят, всем привет! Я сегодня в таком немножко азиатском стиле, потому что мы с вами едим. Посмотрите только на это. Боже, я вам сейчас покажу. Вы просто офигеете! Это свинина и мясо. Ой, свинина и курица в кисло-сладком соусе с ананасами. Ребят, это все китайская кухня. Я очень давно хотела попробовать китайскую кухню. Точнее, я ее пробовала, но не в камеру. Это у нас свинина. Половинка свинины. Это половинка курицы. Давайте начинать ее супер-супер-супер голодно. И тот салатик скромненький. Не обращайте даже на него внимания. Давайте насредоточимся на этой красоте. Опа. Так, пробуем. Ребят, давайте начнем со свинины, потому что свинина в кисло-сладком соусе с ананасами. Ребята, это просто нежно. Я пробую. За вас, за вас. Нежный кляр. Если вы никогда не пробовали курицу в кисло-сладком соусе, свинину в кисло-сладком соусе, пожалуйста, попробуйте. Это очень вкусно. Вообще, в Китае, по-моему, 9 видов разной кухни. Там сычуанская, габаджоу. Очень много. Я точно не помню все виды. И в разных провинциях готовят по-разному. Вот. И это, по-моему, габаджоу, да, насколько я помню. Как-то давным-давно мы были в Питере. Отмечали там Новый год. И было очень холодно. Я была в короткой куртке. Ну, короче, я была еще молодая. И неопытная. И мы зашли в китайский ресторанчик, ребята. И заказали там курицу в кисло-сладком соусе. Так, ну-ка, секундочку. Тут у нас все четко-четко. В общем, курица в кисло-сладком соусе. Я помню, мы еще заказали водку к ней, потому что мы пришли и очень замерзли. Чарлика сейчас пущу, подождите. В общем, мы взяли свинину в кисло-сладком. Или курицу, я не помню. И водки. Так, ладно, давайте курочку. Пришел наш любимчик. Забыла про него. Слышу, скребется. Так, я возьму кусочек. Тут все кусочки, знаете, огромные. Ребят, ну берем такое. Смотрите, курочка. Ну, вот видите, прям соус. Ребят, приятно вам. Угощайтесь. Короче, они-то жарят в кляре и потом заливают соусом. Так вот, недорассказал. Мы взяли, значит, курицу. Бахнули. Ребята, это была самая вкусная курочка, потому что там были небольшие кусочки. Или это была свинина, я не помню. Был такой воздушный кляр. Знаете, казалось, что это свинина в пончиках или курица в пончиках. Это было очень вкусно. Потом мы приезжали в Питер, искали это место, но места уже не было. И мы долго пытались найти что-то похожее, знаете, по качеству похожее. Это тоже вкусно, но немножко не то. Может быть, нам показалось из-за холода. Саша там с Ариной занимается. Такой мукбанк мне хотелось сделать очень давно. Но, знаете, все время кажется, давно, наверное, не будет просмотров, никому это не интересно. Но, как для меня, вот такие блюда, они вообще перевешивают, наверное, суши. Тут прикол, я смотрю, звезды в джунглях. Соленый блин. Вы знаете, я Алену Блин всегда считала, что она, знаете, такая крыса, типа. У нее все интервью. Она так выведывает информацию. Ну, грязное белье вот поднимает. Она такая есть. Но она еще прикольная. Короче, у меня к ней отношения очень позитивные по итогу. Она, конечно, неоднозначная такая, интригантка. Но смотреть с ней очень интересно. А если убрать вот эту улыбку мою дежурную, я устала. Потому что я, наверное, две недели снимала без перерыва вообще. Ну, знаете, через день. И тут у меня такая усталость накопилась. Даже, знаете, мне просто хочется лежать и ничего не делать. Не знаю, как. Просто, понимаете, вы должны знать. Ну, может быть, кто-то думает, что я там что-то зарабатываю. Ребят, я реально ничего не зарабатываю. Мне... Ну, блогинг это просто моя... Я просто это делаю, потому что мне нравится. Но... Конечно, хочется, чтобы это приносило какую-то отдачу. И вот, кстати, если вы хотите начать блог... Сейчас. Я Маш, кстати, заставила. Говорю, Маш, давай. Ну, потому что это правда... Прикольно. Хороший опыт. Ну, даже побороть свой страх перед камерой. Но сюда идти и думать изначально, что вы, типа, заработаете денег, вы станете богатыми. Чтобы здесь заработать денег, надо сначала очень много вложить. Прям, ребят, я не шучу. Очень много вложить. Ну, посчитайте, сколько у меня макбангов, сколько я вообще всего вложила в канал. Я вам честно говорю. Если хотите, начинайте заниматься. Да, начинайте. Но расценивайте это просто как инвестицию в себя. Потому что вы будете, типа, рубить деньги с рекламы, работать с брендами, как бы, да. Ну, когда-нибудь. Но точно, типа, не через неделю и не через две. Надо положить много времени. Есть, конечно, безусловно, каналы, которые там залетают. Ну, это буквально, ну, то есть по пальцам одной руки. А так здесь побеждают, как мне кажется, самые трудоспособные и упорные. И кто как бы давит, давит, давит. Потому что там, ну, я не знаю, ну, я... Сколько я уже снимаю? Кто, сколько вы вообще со мной, сколько вы мне смотрите? Да фига уже снимаю. Я лет пять, наверное, да, уже снимаю? Они как-то писали, вот, типа, ты так долго снимаешь, у тебя так мало подписчиков. Вообще закругляйся, типа, это не твое, раз на тебя не подписываются. А я считаю так, что надо продолжать. И когда-нибудь твое упорство, оно окупится. Знаете, все-таки надеяться на чудо, что ты залетишь, это очень глупо. А надеяться на то, что, типа, ты будешь дело делать делать, и когда-нибудь, возможно, получится, это правильно. И так, в принципе, в любом деле. В любой работе, в учебе, во всем. Надо просто очень много делать, стараться. Так во всем. Нужно очень много снимать. Если ты думаешь заводить блог, и пока что ты, там у тебя нет, не знаю, там, мужа, собаки, детей, лучше, да, лучше заведи, потому что потом будет сложнее на все это находить время. Когда ты свободна, когда ты одна, когда ты можешь себе позволить, там, не знаю, делать макияж три часа, да, своди, снимай, снимай свои жизни. Я долго думала, на самом деле, снимать и не снимать. И почему-то я чего-то боялась. А сейчас скажу вам так, я вообще ничего не боюсь. Ну, как бы я снимаю спокойно, абсолютно. Раньше у меня была такая фобия. Я не знаю, почему. Но мне было страшно. Мне было страшно в камеру, мне было страшно, что меня смеют, ну, вот что-то такое. Сейчас абсолютно такого нет. Просто я переборола какой-то свой страх, и ушли вот эти дебильные мысли. Поэтому, если ты думаешь и боишься, знаете, мне было как страшно. Мне было страшно, что на работе узнают, что я снимаю. Потому что у нас обсуждали там девчонок, которые снимали. Типа, знаете, в таком духе. Ой, а та дура, вы видели, она снимает ролики. Тупая. Типа, зачем она снимает? О, и та тоже стала снимать. Типа, знаете, что они не работают, они дурью маются, они вот снимают. Хотя они снимают в свое свободное время. Я очень боялась, что мои коллеги узнают, и начнут меня фейтить. А они булили прям жестко. Тебе, девчонок, вот кто снимал. Но по факту, как бы это тупо, знаете, не звучало. Жизнь одна, и ты уйдешь в другое место работы, найдешь. А, не знаю, будет все время. А твое маленькое дело, там твой канал, твой блог, он будет тебе принадлежать. Это будет твое, может быть, в какой-то момент отдушина. А в другой момент, возможно, способ существования. Поэтому я считаю, если хочется, можно. И в 2024, и в 2030, в любое время можно. То есть, конечно, можно, знаете, как сказать, вот, платформы закрываются. Какой смысл? Какой смысл заводить YouTube? И другую соцсеть? Ну, я считаю, так, время идет, и все меняется. И не надо, знаете, так уже пророчь, что, да, это бессмысленно. Это, ну, как бы, нет, нужно делать. И уже не смотреть, знаете, в завтрашний день вообще, а жить сегодняшним днем. И думать, исходя из того, что какие возможности у тебя есть сегодня. Здесь ты можешь сейчас снимать влог. Или блог, или что угодно. Делай им. Главное, не сильно оклятывайся по сторонам, на других людей. Потому что это бессмысленно. У тебя есть только ты, твой опыт. И... В общем, я думаю, что ты сможешь. Если захочешь. Я долго прям решалась. Я, наверное, ныла. Что я хочу, я не могу. И сейчас я понимаю, что... Я люблю это дело. Я люблю снимать, я люблю монтировать, я люблю еду. Я люблю такой формат. Самое главное, я люблю с вами разговаривать. И для меня это какая-то, ну, отдушина. Было бы круто, если бы я еще действительно могла как-то... Чтобы это была моя, как, деятельность, знаете, основная. Потому что страшно все равно. Ты снимаешь, потом думаешь, а вдруг мне не получится. Мне придется идти, там, на обычную работу. Но, в принципе, для обычной работы я тоже готова. Нет такого, что вот я не хочу, не пойду работать. Я тоже пойду, и мне будет классно и весело. Просто такое творчество. Я считаю, любой видеоконтент это творчество. Это про творчество. Это здорово, когда у тебя получается как-то свое творчество преобразовать во что-то материальное. Ну, пока, ребят. Отвечаю, как есть. И вот эти мысли меня тоже, знаете, гнетут. Иногда я думаю, да что ты занимаешься фигней. И, знаете, еще иногда думаю, что я пойду на обычную работу, если мне это будет в укор, что вот ты снимал там мукбанг, и тебя не узнают об этом. Потому что все-таки люди в интернете, и люди в обычной жизни, это немного разные люди. И когда ты приходишь на какую-то работу, тебе спокойно могут сказать, что, типа, ты фрик. Типа, мы таким не занимаемся, у нас это не принято. Мы просто работаем. Ну, в общем, вот так. Ну, я не думаю, конечно, что прямо в бизнесе смотрят мукбанги. Но, тем не менее, это страшно. Я как-то работала, я снимала, я работала параллельно. И я боялась, что я в какой-то момент, знаете, захожу в офис, а там люди просто смотрят мой мукбанг и смеются надо мной, естественно. Потому что это же очень смешно. Короче, нужно иметь стойкость тоже, чтобы снимать и выносить вот этот прессинг. Я боялась, от этого очень долго не снимала. Ну, как вам? Красота, да? Я уже, если честно, наедаюсь. Очень вкусно. Ну, конечно, это очень калорийное блюдо. Ем, ем. Они заканчиваются. Давайте съедим еще одну. Ой. Короче, ребят, накидайте лайков, комментариев, чтобы это видео посмотрело больше людей. Ну, вот сегодня я прям заставила себя сесть и снимать. И, к сожалению, YouTube так работает, что тебе нужно именно садиться и снимать через день. Ну, как бы, или каждый день. А так как алгоритмы, то есть это именно алгоритмы, работа алгоритмов, почему даже Айка снимает ежедневно, выкладывая. Потому что так она попадает в рекомендации. И многие блогеры снимают ежедневно. Есть, конечно, знаете, те, кому везет, кто вот такой богом поцелованный, и кто, в принципе, априори в рекомендациях. И там они снимают раз в неделю и залетают. Я вот снимала раз в неделю. Это, ребят, для вот таких обычных людей, как мы с вами, нет, не работает. Надо снимать каждый день. Ну, через день. Это что касается YouTube. У других платформы там вообще я выкладываю все, что на YouTube, я выкладываю везде вообще, во все платформы. Но на других платформах не так хорошо работают рекомендации, вот эта вот вся история. Поэтому, если ты начинаешь, лучше всего начинать на YouTube. На данный момент, пока YouTube работает нормально, ребят, пользуйтесь, кто хочет. Пока что работает реально YouTube. Вы сможете набрать какую-то аудиторию. Не получишь, не получишь. Вечно голодный. Вечно молодой. Спасибо вам большое за просмотр. Кому интересна вообще эта тема, кому интересна моя нытье, пишите тоже. Возможно, буду снимать. Потому что, правда, нытья в моей жизни много. Я сама с собой в одной ежедневной. Думаю, блин, вот снять бы это вам, показать бы вам. Просто, что я такая сижу и думаю, ааа, жизнь, Лен. Ну, вот так. Все еще одну и ухожу, как обычно. Давайте за вас, ребят. Это все получилось. Ариша там уже плачет. Я вас люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Подписка. Телеграм. Все контакты в описании. Поэтому заходите, буду рада. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok